сколько википедия про вас пишет всякое разное известно что вы из семьи военных и что вы сразу хотели идти в юридическую академию туда и пошли а как и когда вы решили стать адвокатом именно адвокат но до этого госслужбы все же начинают с госслужбы потому что государство у нас очень доброе дает определенный стартап такой учит вот но потом перестает ценить и люди уходят дальше развиваться а как вот так вышло что вы стали high profile не повесь этого слова политическим адвокатом слова ругательный политический адвокат извините так люди говорят это очевидно безграмотно совершенно понятно что у вас уже есть профиль такой серьезный медийный в общем все знают медийный да наверное но он как бы неспроста все-таки как это с болотной началось или раньше чисто политически мне сложно назвать потому что я вот мы занимаемся в рамках правозащиты открытки делами да мы занимались защитой людей которые привлекают уголовной ответственности по 282 статьи ука да дальше история это болотное дело уже дел которые пошли ну вот просто возвращаясь по поводу политические не политический адвокат потому что мы занимались защитой людей абсолютно разным взглядом то есть мы не концентрировались на каких-то там определенных ценностей которые разделяет человек самое главное было защитить его право на свободу слова но вот а вы еще удивляетесь почему вас называют политическим адвокатом защита прав защита прав человека здесь и сейчас в этой стране в это время она безусловно мне кажется уже официально приравнивается к политической деятельности но в принципе да то есть если сейчас любую правозащитную организацию взять меню сказать что это политическая деятельность и навесить какой-нибудь ужасный ярлык если не дай бог деньги ты получил со стороны и за границей все подождите вы работаете извините так попросту скажу работаете на открытку правильно то есть вы вы практически такой фронтмен адвокат открытки открытка вроде как под давлением находится с этой точки зрения под жесточайшим давлением а вы находитесь под давлением вы чувствуете его силы действия рождает силу противодействия есть правоохранительная система которая пытается переварить человека конкретного вот моя задача потихонечку вытаскивать этого не до недожеланного человека и спасать ему как бы жизнь здоровья на ближайшие годы что для этого государства будет предприниматель но отпор снимает абсолютно разные вещи ну конечно же просто я иногда это уже пропускаю мимо даже не обращая на это внимание ну абсолютно разные гадости которые может придумать да но не обращаешь на это внимание но даже в пробовать сейчас даже и сейчас не вспомню что какие-то там неудобства были я устраиваю отношений так что мне ничего не мешает здорово тут понятно вот я правда я счастливый человек почему потому что у меня замечательно складывается у меня замечательная дочь, у меня замечательная жена, у меня замечательная работа, которую я получаю, удовольствие. Я живу рядом с офисом, я иду пешком до офиса, получаю удовольствие здесь и фактически, когда захочу, возвращаюсь обратно. Вот сегодня пятница, ну я не еду куда-то тусоваться, да, вот сейчас сижу, у меня вон коллеги работают, коллеги сейчас вот как раз полдесятого вечера, а люди работают, вот я здесь тоже с ними нахожусь. Мы как единомышленники, как друзья. Вот, поэтому я получаю удовольствие от жизни, от работы. И поэтому жаловаться, вот, мне кто-то что-то противостоит. Да, государство, оно у нас достаточно иногда бывает и несправедливо, и как раз у нас основная проблема вот как раз в нашей работе, да, то есть это реакция неадекватности на определенную какую-то либо ошибку или неадекватность стороны действия конкретного индивиду. Ну вот есть там танцы, да, там, где-нибудь в неположенном месте. Так нет, у нас государство сделает так, чтобы просто вот не соразмерно, пропорционально, адекватно отреагировать, а показать, что так, это не они неадекватны, это мы неадекватны. Вот как с этим приходится делать, да, действительно приходится с этим бороться. Как вот с двушечкой, двушечка такая осталась, с двушечкой. Ну вот сейчас вот дело в Ростове-на-Дону по Насте Шевченко. Вот, я хотела спросить, Шевченко, что это? Это же абсолютно запрещено. Это же абсолютно за предел, который организован местный ЦПР. Хотя следствия, местные следствия, ЦПР это... Центр противоречивания и экстремизм Ростовской области. У меня к ним, вот честно, вот если возможность будет с ними пообщаться, у меня много вопросов, которые есть вот просто чисто мужские. Начиная от камер, которые они поставили над кроватью Шевченко, заканчивая «А почему до нее домотались?» А у вас есть ответ на этот вопрос? Почему домотались до Анастасии Шевченко? Ну потому что мужик морду может дать, а женщины нет. Ну, слушайте, ну, это все, этого достаточно для того, чтобы целая машина начала работать? Обычно хватает самых беззащитных. Ну вот, домотаться до многодетной матери Смоленска можно, домотаться до Шевченко, у которой трое детей, один из них инвалид, ребенок, и ЦПР знала, что там инвалид, ребенок. И они знали, что Алина находится в больнице. Потому что они полгода слушали ее круглосуточно. Наблюдение, в том числе, наружное было. Они знали ее всю жизнь, вот и до. Именно до нее, до самой беззащитной, они доматываются. История, как сделать, я не знаю, там, ну вот просто вот каждый раз мы смотрим, да, вот именно домотаться до женщины с ребенком, с детьми, это с точки зрения, ну, как бы, социально это самые незащищенные люди. И здесь вот государство проявляет особую жестокость. Зачем? А цель? Не знаю. Я не могу понять эту цель. Ну, если вы не знаете, подождите, что же нам делать. Я не понимаю эту цель, да. То есть, это проявление какого-то, какого-то садизмного жестокости. Я не вижу здесь государственной цели. Я не вижу здесь, знаете, как вот цель, кровавый режим, хочет там сделать что-то, вот всех напугать. Я вижу здесь, именно на каждом вот таком вот уровне, именно вот исполнительского, да. То есть, это живое творчество масс. Я думаю, да. То есть, это вот, как вот вы сейчас вот сказали, живое творчество масс, скорее вот это. То есть, нету какого-то центрального указания, давайте мочить слабых. Но просто мочить слабых, их легче мочить. И в итоге получается, что Настю самую беззащитную с тремя детьми, они выдернули, и вот с особым цинизмом мочат ее. Зачем? Не понимаю. Сделали из нее угрозу конституционному строю и обороноспособности России. Человек, который выходил, занимался правозащитой, который занимал, за что ее привлекают? Нахождение на согласованном исполнительной властью города, митинге, вот за это ее сажают. Вы это понимаете? Я тоже не понимаю. Нет, я понимаю, что именно за это ее сажают. Этот человек, который вот, то, что я перечислил, с точки зрения ЦПЭ и следствия, Следственного комитета, притом это центральный аппарат ведет, это первое следственное управление с дислокацией в Ростове-на-Дону. Это напрямую, там материалы за подписью Краснова. И они считают ее угрозой обороноспособности страны. Но им не стыдно. Может быть, этим людям, которые обвиняют ее в угрозе обороноспособности страны, год хотя бы срочником послужить и узнать, какие у нас действительно угрозы обороноспособности страны. Сергей, ну хорошо, им очевидно не стыдно, потому что... Это я не тихо понимаю. Не-не, почему? Это как раз... Я просто замыто. Ты делаешь? Я очень хорошо понимаю. Потому что каждый раз... Это сочетание абсурдности и того, что измывают... Жестокость и... Прежде всего жестокость. То есть, это не просто живое творчество масс, то есть, уже вовлечены крупные начальники. Ну, понимаешь, что это была задача, скажем так, больше сделать не сколько Шевченко, сколько Ходорковского. Потому что это удар такой по обычным людям, которые верят в Ходорковского. Вот мы сейчас будем вас наказывать, вот, соответственно, сейчас вот эта вот история, чтобы вы все разбежались. Вы активист, который вокруг него, разбегаетесь. Но все-таки про Шевченко. Скажите, а ведь она сядет, да? Я никогда не отвечаю на этот вопрос. Окей, это правильно. Ну, вот, знаете, да, у нас договариваемся с Портлото, и я не играю на их поле, они не занимаются защитой. Скажите, вот, про Голунова. Как к вам, в частности, попало дело Голунова? Кто вас вызвал как джинна из волшебной лампы? Действительно, есть разные версии того, как и почему к вам, кто через кого обратился, условно говоря, Голунов. Нет, Голунов сам обратился. Голунов сам обратился, потому что есть такая версия, согласно которой адвокаты Агоры занимались его делом, а потом возникли вы, опять же, как бог из машины, черт из табакерки, джинн из лампы, не знаю. Как это на самом деле происходило? То есть Голунов вам позвонил, написал или его представители? Голунов просил меня еще в тот момент, когда он был задержан, когда ему отказывали в звонках. Он об этом даже еще недавно только об этом говорил. Он говорил, что мой адвокат Сергей Бладамович. И потом, соответственно, от него было обращение. Дальше уже мы переговорили. Долго, скажем так, был момент на урегулирование, чтобы не было обид, конфликтов, интересов. Но люди на них захотели работать вместе. Они возле Агоровской. Да, я не хочу сейчас над тем, честно говоря, очень много уходить и внутреннюю такую правозащитную адвокатскую кухню рассматривать, потому что это может быть просто неправильно интерпретировано людям, которые хотят услышать то, чего на самом деле не было. Но еще раз говорю, что это было обращение Ивана, и он с самых первых минут задержания просил, чтобы мне позвонили. И Лиховец, который сейчас в Лефорте, если он вспомнит и начнет говорить, он вспомнит мою фамилию. Кстати, я хотела спросить, а если Лиховец к вам обратится за защитой, вы возьметесь? Если он обратится ко мне за защитой по уголовному делу, не связанному с Голуновым, а может быть по какой-то иной причине, иному эпизоду своей деятельности, мы рассмотрим. И если это будет отвечать задачам правозащиты, и действительно там будет необходима моя помощь, то мы рассмотрим этот вопрос. А по делу Голунова это будет, конечно же, невозможно, потому что это будет противоречие и конфликт интересов. Ну да, у вас тут, конечно, есть отмазка. У меня не то, что отмазка, у меня железобетонное здесь основание. У меня, еще раз говорю, что здесь у меня, как начинают говорить, что там в чьих-то, в каких-то интересах. У меня только действия с первого дня, как мы только увидели с Иоанном, только в интересах Иоанна. А, кстати, вы с ним были знакомы или нет до того года? Нет. А откуда он знал, что вы его адвокат? И почему он был уверен в том, что вы к тому моменту, между прочим, очень известный адвокат? Ну, у нас очень много, очень-очень много, очень-очень много друзей. И, видимо, он тоже, как и вы, много читал обо мне в какое-то время, период жизни. Поэтому первое, что он сразу просил об этом. Потому что обычно на стороне защиты Иоанна, здесь получается, что мы на стороне обвинений, потому что сторона потерпевших – это сторона обвинений. И сейчас очень много всяких информационных вбросов по делу Голунова идут, с интерпретацией одного, другого события. Буквально психиатрическая экспертиза. Да, да, да. То есть, вот это все, это вбросят и быстро разбегаются куда-то. Я думаю, ну, господи, ну вы же дайте хотя бы комментарий. Окей. Если бы не принадлежность Голунова тому цеху, которому он принадлежал и принадлежит, если бы не чудовищный хайп СМИ или великолепный хайп СМИ, если бы не походы разных заступников, кстати, с вашего ведома или без вашего ведома, в администрацию президента и по всяким кабинетам, как вы думаете, кончилось бы все так или нет? Если для защиты моего, подзащитного нужно будет пойти и к черту пообщаться, и кто-то пойдет, это будет, безусловно, скажу спасибо. Это естественно, я надеюсь, что это так. Нет, ну, в принципе, вот конкретное дело Голунова, без хайпа и без наличия конкретных, известных, не скрывающих своих, но защитников и заступников из цеха и около цеха, могло бы дело кончиться так, ну, развиться так. Ну, вы сейчас фактически, скажем так, назвали те три причины, которые привели к успеху. Конечно же, без этих трех причин не получилось бы. И мы это прекрасно понимаем, Ваня тоже это понимает. Что первая основная причина – это цеховая солидарность журналистов. Это вот мое такое убеждение, что прежде всего журналисты, которые максимально широко, открыто стали освещать с первых минут каждое слово адвоката, каждое слово защиты, каждый документ, каждое слово Ивана, все, это была основа основ. Дальше, после того, как достаточно широко освещалось это дело, оно стало понятно, что это несправедливость, жесточайшая несправедливость, это преступление в отношении достаточно, я не знаю, настолько миролюбивые, Вани, всегда. Они, как всегда, выбирают самых таких людей, которые за себя не дадут там сдачи, то есть таких людей, которые, я не знаю, действительно, за них только приходится вступаться, которые, правда, ну вот, Ваня сейчас очень сильно, по-моему, изменился, и я думаю, мы еще много интересных расследований узнаем от него, потому что у него такой настрой боевой. Кстати, вот с точки зрения роли медиа и медийности хайпа, антихайпа и прочее, сейчас вам, наверное, не надо объяснять, вот почему я именно про это сейчас же подумала, про отдела сети. Спасибо. Про отдела сети и про роль, которая сыграла близкая вам, по-видимому, со всех точек зрения СМИ под названием «Медуза». Мне интересно, советовались ли с вами и проверяли ли, смотрели ли вы эти материалы вообще глазом юриста или нет, и что вы думаете по поводу того, какую роль, есть ли вообще какую-то для большого мира и для маленького мира под названием «Дело сети» и для совсем маленького мира под названием «Цех» играет эта история? Я понятно же спросила, да? Да, вы потрясающий человек, вы прям как раз по самым таким болевым точкам умеете пройти. Хорошее интервью получится, но я не смогу ответить на этот вопрос. Могу ответить только на часть этих вопросов, потому что это связано с ограничением в виде адвокатской тайны, потому что я являюсь представителем свидетелей, поэтому делаю это по делу не сети, а по делу пропажи без вести двух молодых людей и по факту обнаружения трупа молодого человека в Рязанской области. Все остальное, да, журналисты провели расследование, журналисты в том виде, в котором изложили это расследование, выложили, опубликовали. Здесь как раз вопрос к вам, как к журналистам, как к профессионалам, должны были средства массовой информации публиковать, в какой период публиковать, в каком виде публиковать. Это вопрос не правовой, не адвокатский. Абсолютно. На мой взгляд, обязанность СМИ публиковать. Меня беспокоит вот такое явление. Стало складываться ощущение, может быть мы дураки, ничего не понимаем, просто глупые и не знаем внутренней кухни. Стало складываться ощущение, что пока что, не знаю нарастает ли, но уже есть некий объем условно политических дел или политически мотивированных, когда людей по, очевидно, обывателю даже надуманным, ну и как раз наоборот с точки зрения обывателя надуманным поводом и под надуманными предлогами их привлекают за, опять же, новые, остромодные на сегодня составы экстремизм и так далее. Так ли это или нам кажется? То есть раньше так не было, там, убил, съел. Это период времени как раз был перед выборами и перед чемпионатом мира по футболу, когда сотрудникам правоохранительных органов, тем же сам ЦП, насколько я понимаю, дано было указание бороться со всеми любыми проявлениями несогласности. Была дана команда, сейчас это как раз, можно назвать, уже ягодки, которые вылезли на поверхность. То есть эта работа велась гораздо раньше, чем мы обратили внимание на это. Сейчас это результат той работы, которая была проведена несколько лет тому назад в виде уголовного дела преследования тех людей, группы по каких-то людей, которые были несогласны, которые общались между собой по каким-то интересам и прежде всего по обсуждению политических каких-то событий в жизни страны. Они выражали какие-то иные точки зрения, объединялись прежде всего в сети. И в эти группы, я так понимаю, и в том числе внедрялись и агенты, и получалась информация из закрытых чатов. Понятно, каким образом, соответственно, все это сливалось. И я так понимаю, что, возможно, там могли быть и какие-то провокаторы. Я сейчас не обсуждаю конкретные дела, говорю, что как это все выглядит по той информации, которая так доступна. Сейчас я понимаю, что сейчас то, что мы видим, это как раз уже борьба с группами, которые по-другому верят в Бога. То есть те, которые верили в другого президента, они уже, видимо, решили, ликвидировались. Соответственно, кто уехал, кого досуживают, кого доедают. Сейчас уже вопрос стоит в те группы, которые не так верят. Но потом будет группа, которая не так смотрит, которая не так танцует. Всегда найдутся те люди, которые делают что-то не так. И вот эта попытка разъединить общество, она как раз через это и идет. Разъединяй. Разъединяй власть. Вместо того, чтобы... Сейчас какая-то повестка у меня сейчас сложная. Нет, я бракую эту спину. Я бракую. Бог с ним. Просто правоулы здесь я не вижу. Что нам делать? Что людям, которые... Слушайте, а помогать друг другу. Смотреть, как хотят, читать, что хотят, танцевать точно, как хотят, сексом заниматься точно, как хотят. Что там делать? Да, они лезут везде. Даже в плане танцев, секса, все остальное, обязательно оттуда залезьте. Потому что, ну а как вы тут танцуете, а как вы тут трахаетесь, это обязательно надо залезть. Притом, вас никто не зовет в государство, они залезут туда. Но вот, нет, на самом деле, очень большая проблема наша разобченность. Вот история с... Мы только что с вами, как раз коллегами обсуждали, там, субботник. Ну почему нельзя у себя в дворе убраться самим? Да нет, мы будем ждать, когда таджики уберутся у нас. Потому что мы платим коммуналку, мы привыкли, мы все. Мы люди с пятиэтажек, которые буквально с Беверли-Хиллс съехали. Понимаете? То есть вот это откуда это все? Хотя люди в Беверли-Хиллс берут лопату и убирают говно, которое просто сами же оставили. Понимаете? Просто буквально штрафуют Беверли-Хиллс жестоко, если они не убирают говно. Именно, да. Вот, понимаете? То есть вот это вот отношение к своим правам. У нас безумно, безумно, я не знаю, гиперэгоистичное восприятие собственных прав. Мы не понимаем, что наши права заканчиваются на ваших, на правах того человека, который рядом с нами находится. Мы не понимаем, что мое право делать ремонт, это заканчивается на праве соседа спать и на праве просто элементарно отдыхать его ребенку и ему жить не на стройке, а дома, на его право на отдых. Окей. Какое ваше самое любимое дело? Из каких дел? Из тех, которые были. Ай, самое любимое, это же так звучит ужасно. Нет, ну вот про которое вы думаете, вот... Знаете, наверное, неправильно будет звучать. Я понял. Не то, чтобы самое важное. Ну, самое важное и хорошее, да. Потому что бывает еще важное... Дело варь кровую. Варь кровую, да. Оно очень сильно зацепило, и вот для меня был праздник в прошлом году, когда ее освободили. Мы смогли вытащить ее на год раньше. Это очень тяжело переживался приговор. Это действительно там такая депрессия определенная была. Это очень сложный период жизни у меня еще в этот момент был. Но вот... Огромное спасибо Варе за то, что она поняла, и мы с ней вот прошли вот этот сложный путь. Я очень рад, что как у нее сейчас складывается жизнь, она вообще умничка и молодец. И все, что вот она говорила в суде, чем она собирается заниматься, это, знаете, как обычно говорят? Вот я буду там то-то, то-то там помогать людям, обществу. Я знаю, как она, Паша, как она помогает людям. Я знаю, как она ездит там с Таней Фельгенгауэр, в хоспис помогает она там. Ну, вот, Игорь, для меня варя и варяное дело, оно, в общем, прошло через личное. Поэтому для меня самое важное дело, скажем так, из тех, которые у меня был, наверное, тварь Караула. А самое, нельзя сказать плохое, а важное, но вызывающее печаль, грусть? Дело варь Карауле. Это самое грустное дело было, когда дали девочке четыре с половиной года, а террористам в этом деле, осужденным, которые прошли там с признанием вины и всего остального, максимум, кому что дали, это был террорист, который и в ИГИЛе был, и в Джабхат-Анусре, ему дали четыре года. Остальным полтора года, два года, два с половиной, три года и так далее. А девочки за намерение поехать в Сирию, безумно, абсолютно намерение поехать в Сирию, к тому человеку, который она не видела, которому она нуждалась, который, просто пользуясь НЛП, вытащил ее, вытянул ее туда. Ей за эти намерения давить четыре с половиной года. Но это был показательный процесс для того, чтобы напугать всех остальных. Да, это уже такие более публичные интересы, видимо, там были. Но кого напугали? Там больше ВКС пугает тех, кто туда хотел ехать. Это более эффективно. Вы с ней общаетесь? Да, она приезжает, мы общаемся, дружим. С ее мамой, дружим. Вот это, конечно, счастье. Не, она очень добрый человечек. Ну, в смысле, что вы так и остались ей защитником, невзероятно там. Не, ну, если ей какой-то совет нужен, я же говорю, я испортил немного ей еще жизнь тем, что она занялась юриспруденцией, вместо философии. Поэтому из нее будет прекрасный правозащитник. Она очень хорошо относится, во-первых, к животным, а во-вторых, к людям. Вот. Вы так и будете адвокатом, или вы станете правозащитником, когда вы вырастите? Нет, я желаю остаться адвокатом. Ну, вот, если на пенсию пойти, в участковом каким-нибудь... В участковом? Да, на пенсию в участковом в Крыму. А берут? Да нет, конечно. Ну, это мечта, там, а Ниськинам в Крыму. Понятно. Ну, независимо от того, чем он будет. К апрелю жизнь переменилась. Она так круто переменилась, что Сергей Бадамшин стал моим адвокатом, например. Я бы на это рубля не поставила. А ты? Извини, пожалуйста. Не, просто так трагически это было сказано. Я, наоборот, очень рад и счастлив нашему взаимодействию. Наконец-то. Ну, вот. Соединили два любящих сердца. Да. А как переменилась твоя адвокатская жизнь с новыми временами? С новыми временами? Слушай, работ стало больше. Какой работы? Работой по уголовным делам у нас появились новые составы в уголовном праве. Например, фейк-ьюз стала у нас уголовная ответственность фактически распространилась на этом для физических лиц. Административок стало больше. Мы стали вот работать по задержанным, по полиции. Вот как раз то, что я вспоминал, дело Иисуса, правозащитой этим занималась. На поле про дело Иисуса, допомни про дело Иисуса, это было уже давно. По нынешней временам. Да, это уже было давно. Это Иисус на патриарших гулял вместе с Платоном. Подъехали сотрудники полиции и запихнули Иисуса в гобик, а Платон бегал, махал хвостом и жалобно скулил и ждал своего хозяина обратно. И по статистике количество абсурдных дел и вообще дел уголовных растет. Совсем недавно были опубликованы цифры по Москве, что арестовывать стали значительно больше, чем до пандемии. Почему? На самом деле, с учетом того, что все, и правозащитники, и даже в СИМ пишут письма в суд о том, что вы нас перенаселяете, у нас нет возможности обеспечить всем достойные условия существования, с условием как раз коронавируса и всего остального. Суды штампуют решение, но, видимо, все остальные дела приостановлены и быстрее и по накатной пошли меры пресечения. Не могу сказать, для меня это загадка, почему это происходит и почему именно сейчас. А это только в Москве или по стране? Что ты видишь? Можно определить еще следующее, что суды-то не хватают людей на улице, суды не привлекают их к уголовной ответственности на самом первоначальном стадии. То есть эти материалы поступают из следственных органов, то есть что-то происходит не в судах, а что-то происходит именно в следственных органах, потому что они количество материалов, которые поступают в суд, увеличили. 207-я статья, свеженькая, новая в Уголовном кодексе. Давай покажем, потренируемся на окошках, на мне. Я твой клиент, ты мой адвокат. И это новая статья. Я вообще ничего не понимаю, что происходит. Я сижу в Берлине и пытаюсь шифровать, что написано в бубагах, которые шлет нам с тобой СО, ИСУ, ИСК по Валдайскому межрайонной прокуратуре Новгородской области. Я не понимаю, там вообще ни слова. Можешь перевести, что происходит? Что это за новая статья и что грозит людям по этой статье? Что они должны делать? Что они не должны делать с учетом разъяснения Верховного суда, что вообще хорошо бы заткнуться и никому не говорить словосочетание коронавирус ковид-19. Что ты пишешь какую-то информацию про коронавирус? И если эта информация заведомо недостоверная и эта информация заведомо тебе известно, что она недостоверная и ты ее размещаешь в сети интернет либо публично ее где-то рассказываешь, то ты подвешешь уголовную ответственность. По этой статье там уголовной ответственности даже в решении свободы нет. Но тем не менее некоторым гражданам в 6 часов утра приходят, выпиливают дверь вместе со спецназом, распугивая дочь маленькую и жену, забирая, соответственно, все, что интересует Следственным комитетом, ввозятый допрос в сопровождении автобуса спецназа. Это ты рассказываешь про телеграм-канал «Абудсмен полиции» Воронцов, Сан-Петербург. Телеграм-канал и паблика ВКонтакте. И как раз проблема-то возникла опять же не из Телеграма, а из ВКонтакте. Новость размещена была в паблике ВКонтакте. И, соответственно, как мы знаем, что ВКонтакте лучший друг чекиста, который достаточно оперативно, быстро, соответственно, сотрудничает со всеми правоохранительными органами и помогает в борьбе с распространительной любой информацией, которую считают недостоверной либо нарушающей закон, соответствующий правоохранительным органам. Здесь как раз обратите внимание на формулу этой статьи. Статья подразумевает, что самое главное, это аналогия 306, как заведомо ложный донос. То есть лицо, которое распространяет информацию публично, оно должно заведомо знать, что эта информация не соответствует действительности. Как это доказать? Ну, по 306 это очень сложно доказывается. И большинство отказанных материалов, да, постановления об отказе и возбуждении уголовного дела, да, они содержат форму в том, что лицо добровольно заблуждалось. Я уж не говорю, как в нашем, как раз тобой, случае, да, что на сайте вообще указаны дисклейны, что информация требует соответствующей проверки. И информация в последующем удаляется ввиду того, что, ну, проверка не прошла. И даже здесь в Алдайске МРСО, ну, так как у них, видимо, ну, скажем так, от полученной системы не будем говорить, но статистика требует, указания руководства требуют, что по новой статье должны быть приняты какие-то вот порциональные решения о возбуждении уголовного дела и расследовательного дела. И они, увидев, соответственно, какую-то новость про свой район, что они делают? Они не проводят доследственную проверку, они не вызывают с объяснением кого бы то ни было, они первое, что делают, они возбуждаются. Ну, такие вот легко возбудимые. Мне достался легко возбудимый лейтенант. Хорошо. Зачем это им нужно? Ну, только лишь отчитаться, что да, мы возбудились, у нас вот такие вот есть показатели, есть дело. Все, мы молодцы, мы по стране возбудили там несколько десятков дел по борьбе с коронавирусом. То есть вместо того, чтобы бороться с заразой, они борются с информацией о заразе. По поводу заразы. В самом начале пандемии Мишель Бочелет, собственно, комиссар ООН по правам человека, призвала все страны выпустить как можно больше народу из тюрем не из соображений там розовых слонов, а из соображений того, что чем больше людей набьется в места, где трудно соблюдать социальную дистанцию, тем опаснее для людей на свободе эта ситуация. Поэтому амнистия повсеместна. В России амнистии не будет. Почему? Я как раз обратил внимание на что, что первые страны, которые начали освобождать заключенных, это Иран и это США. Абсолютно идеологические системы, два противоположных мира, подумали о своих гражданах. У нас же заболтали амнистию с того момента, как Владимир Владимирович Путин оказался на Биллгорде, когда я ехал в сторону Шереметьево, но это было не навсегда. И вот везде висел, как раз это было обращение по поводу Конституции, что сейчас у нас будет поправка Конституции, все будет хорошо, всем сейчас денег раздадим, закрепим то, что мы должны жить долго, счастливо и прекрасно в самой Конституции. И вот началась вот эта вот катавасия с фактическим, ну я могу назвать только изнасилованием Конституции, которое дальше перешло уже на изнасилование права в более жесткой форме, в такой коронавирусной изнасиловании произошло, потому что то, что сейчас происходит, это все профессионалы говорят только об одном, что нам потом это еще несколько лет разгребать. А покажи, пожалуйста, картиночку у тебя на стене. Ой, господи, картиночку. Это вот портрет Владимира Владимировича. Путин и рыбаки. Одного из доверителей, не Геннаде Варуева, она была как раз пулей Путина. Путин и рыбаки. Почему? Очень красивая картина и вот очень много библейского и такого философского в этой картине. Кто из них рыбаки, кто из них рыба, ну вот, и кто из нас рыбаки, кто из нас рыба, и чем все это закончится для рыбы, которую поймают. А покажи, пожалуйста, получше ее, потому что мы много о ней говорим, и мы ее не видим. Только коленки Путина я вижу. Постык в Чикаловске и там отпускали Белогу на свободу. То есть, в принципе, это был акт амнистии. То есть, такой вот. Он, в принципе, насколько я слышал, очень хорошо относится к животу, что его очень хорошо характеризуют как человека. Ну, было бы здорово, если бы он так же относился к людям, которые требуют сострадания. Да, ну, как раз заключенные, и как раз чисто пасхальная история это помиловать человека. Но вот почему в этот период пасхальный людей не отпускают, применяют двойная загадка, вроде, как мы говорим о скрепной такой роли церкви и православия, и сами же об этом забываем. Вторая скрепная история это победа, это 75-летие великой действительно победы нашего народа, которая сейчас у нас опять же заболталась, и на каждый такой вот праздник победы, 50-летие мы помним, 60-летие, всегда проводились амнистии. То есть, это, ну, вот такой вот тоже праздничный момент. И в итоге амнистия, которая могла бы случиться, как по случаю, извините, пандемии коронавируса, так в том числе и победы на Великой Отечественной войне, она просто заболталась, заболталась вот с этими, с этой клоунадой с Конституцией, когда депутаты впервые прочитали эту интересную книжку, ну, вот, и, при том, Конституция, кстати, надо отдать должное, она читается легко, ну, вот, и действительно многим понравилось. Что потом с этим делать будем? С чем? Совсем с Конституцией, с законами, собственно, у них уже все принято уже. Ну, во-первых, мы как адвокаты, как юристы, сейчас все потирают руки, потому что нам предстоит очень много работы, работы уже в новых условиях. Первое, это, конечно же, основная проблема, которая пойдет, это гражданские арбитражные дела. Если здесь не навести порядок и не урегулировать как раз вопросы вовремя, хотя пытается законодатель что-то делать и как-то помогать вроде бы бизнесу, но это выглядит весьма жалко, и история с разъяснениями по поводу форс-мажора вызывает не то, что улыбку, а уже просто волосы встают дыбом на голове, это все уйдет в суд и дальше либо система сама себя уже начинает переваривать ввиду отсутствия судебной власти, как мы понимаем. кстати, обратил внимание о том, что суды отнеслись к себе не как ветви власти, а как бизнес-центру, который можно закрыть. То есть ветвь власти снимает с себя обязанности, это не право, это не ништяки, которые передаются судам, судить, в черной форме одеть, там, соответственно, с молоточком ходить и отправлять правосудие, это не привилегия, это не ништяк, который им подарил президент своим указом, это их обязанность судебная власть хоп, снимая с себя все, говорит, я пошла домой на самоизоляцию. Стоп, а вас никто не отпускал. Вот для примера, в чем разница между распространением фейк-ньюс в соответствии с административным законодательством, задается вопрос в Верховном Суду, от уголовной ответственности по фейк-ньюс. Вот эти 207 соответственно с премиумом 1 или 2, или от административной ответственности по аналогичным административным правонарушениям. И, что ты думаешь, я читал эти статьи, думаю, блин, я не понимаю, в чем разница. Ну, спечатал одну, вторую, коллег спрашивал, говорит, слушайте, я туплю, я не могу, я вчитываюсь, я вижу одно и то же, но только ответственность здесь для юридических лиц, а тут для физиков и должностных лиц. Ну, так же не может быть. И, Верховный Суд говорит, различие между административным правонарушением и преступлением по субъекту. То есть, почему, еще раз, объясни для простых людей. Для простых. То есть, у нас в Конституции 19 статья есть о том, что все равны перед законом и судом. Так. Если юридическое лицо разместило информацию, которую можно отнести в фейк-ньюс, заведомо зная, что это ложная информация, несоответствующая действительности, то это лицо подвижит административной ответственности. Так, понятно. Не уголовная, естественно. Не уголовная ответственность. А если это физическое лицо, кнопку нажала, не по работе, не являясь там СМИ, не, соответственно, каким-то образом на своем сайте, которым владеет юридическое лицо, а либо должностное лицо разместило там, например, руководитель, генеральный директор, либо индивидуальный предприниматель, то это уголовная ответственность. То есть физическое лицо, если разместило, это сразу возникает общественная опасность. Это опасно для общества, для государства. А если это юридическое лицо разместило, то это не опасно. Это такая фигня. Это чисто административочка. Тебе достаточно будет, там срок давности пройдет при влечении административной ответственности год, и вот все. Вот так ништяк, все нормально. А здесь у тебя будет судимость. Это преступление небольшой тяжести, тебя не посадят, тебя могут ограничения свободы до трех лет делать, но ты же подумаешь. Три года пройдет, судимый, снимется. Почему разница от одного пальца зависит, все равно же, какое-то конкретное лицо нажимает кнопку, но здесь от имени юридического лица, а тут от имени мультсмена полиции. Слушай, а мне экстрадируют в России давать показания? Нет, не экстрадируют, они должны будут через Следственный комитет направить соответствующее обращение в Следственный комитет Германской Федерации, в Следственный орган Германии, который спустит в соответствующему участковому полномоченному Берлине, который придет постучит, кто-то в повесточках пришел, они могли бы связаться, и тогда, соответственно, купите билет и приедете в Россию. Что же будет с Родиной и с нами? Ну, рано или поздно все это закончится, лишь бы дожить до этого. Либо Родина, ну, Родина нас в любом случае переживет. На самом деле я себя очень чувствую, скажем так, очень комфортно в одной далекой стране, в Европе не очень, и вот, честно говоря, если сравнить с Европой, то в России мне как-то вот посвободнее живется во многом. Даже с учетом того, что вот наши правоохранительные органы, я постоянно с ним работаю, но я, видимо, привык, как вот эта вот рыба, которая живет в своем болоте, уже каждую кочку знает, ну, мне вот здесь как-то вот, я уже привык и никуда не делюсь. Мне поэтому другого варианта, кроме как заставлять вот этих вот раков, которые бегают по патриаршным прудам и хватают честных людей с собаками, просто заставлять их работать в соответствии с законом. Ну, другого варианта нет. Я больше не могу терпеть. Покажи буквы. Потому что срок заканчивается 10 дней и могут вот это вот все. Покажи буквы на груди, не могу больше терпеть. Всем покажи. Что у тебя там написано? Это публично. Это сейчас, подожди, сейчас, чтобы меня не привлекли. Погоди, погоди, погоди. Как адвокат советую. Да, вот слово одно убрал, чтобы нас не привлекли. Как адвокат советую. Это взять самую быструю машину без верха, я знаю это слово, кокаин, магнитофон для особой музыки, две рубашки поярче и свалить из Лос-Анджелеса по крайней мере на два дня. Спасибо, адвокат. Я так и сделаю. Спасибо. Целую. Свободу, Анжели Дэвис.